Hello, I'm Mad Professor. Let's begin. Привет, я Бершинный профессор, и мы начинаем. Дружба между мужчиной и женщиной. Недавно просто наткнулся на такую тему на Фейсбуке и, естественно, получал ту. Поэтому вот излагаю свой взгляд и здесь тоже. Начнем с того, что само понятие дружба, как и любовь, справедливость, уважение, внимание, что еще, забота, ну, и тому подобное, выдуманное, совершенно не основанное ни на чем реальном и не отражающее то, что на самом деле происходит между людьми. Почему? Скажите, ну вот, что по-вашему дружба? Только не надо пользоваться гуглом или искусственным интеллектом для подсказки своими словами. Как вы это понимаете? И даже через пять минут у вас будет другое, еще одно определение, с уточнениями, дополнением. А у другого человека будет совершенно другое. И это лишь слова. Слова будут разные. А на самом деле, ваше определение дружбы будет выражаться в ваших действиях и реакциях на действия других людей. Чаще всего неосознанно, поскольку вы уже не первый день живете на земле, и кое-какой опыт взаимоотношений у вас имеется. И он сложился именно такой, какой он был все это время. Каким он был все это время. Если, к примеру, в детском садике вам сказали, что нужно дружить с девочками, а потом одна из девочек дала вам конфету, а другая поцеловала, то через 30 лет это вылится во что? В том, что вы будете думать, будто с женщинами можно дружить. Но дружить с женщинами в вашем понимании будет, это когда они вам дают конфеты и целуют. Ну, утрируя, естественно. Но никак иначе. А у той девочки, которая вас поцеловала в садике, будет другое понимание и ощущение дружбы. Ну, например, когда она целует мужчину, то он, как дебил, убегает в туалет. Снова утрирую. Но для примера очень показательно. Вспомните ваш опыт, какой у вас был. Понимание дружбы у каждого свое. И чтобы эта самая дружба возникла между двумя людьми, необходимо это понимание, чтобы это понимание было очень близким. Лучше всего одинаковым. Но поскольку это невозможно, смотри выше, то хотя бы близким. Ну, например, в каком-то племени Амазонки дружбой, вернее, этими отношениями, называли совместную ловлю рыбы. А вы будете ее целовать. А она удочку приготовила. Но, даже если вы настолько близки, культурно и интеллектуально, что вас связывают уже совместные действия, то всегда еще остаются гормоны. Да-да, мужские и женские. Ну и всякое разное там еще. Которым никто не объяснил, что вот эта вот вагина пахнет дружбой. А вот та вот пахнет сексом. А вот еще третья пахнет селедкой. Ну, понимаете, о чем я? Гормоном без разницы. Что вы там себе напридумывали? Про дружбу, заботу, взимание, про мизогинию, феминизмию. Всякие разные слова. Конечно, если у вас снижены уровень гормонов, которые отвечают за сексуальную активность, то вы будете асексуальны. И вполне можете назвать это дружбой. Ну, вы же понимаете, что это уже патология. Хотя можно. Как только у вашей другини случайно выпадет сиська из декольте, ну или ваша рука случайно попадет ей на задницу, то гормоны вам сообщат, что это нифига ни разу не дружба. Я не гормон, естественно. Но и я о том же. Используйте свои реальные возможности. А не то, что вы там себе напридумывали. Хотя, мне придумывали это не вы себе сами. Но об этом у меня где-то другое видео было. Не буду повторяться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!